А в Алматы сегодня шумели рабочие строительные бригады, маляры-отделочники, трудившиеся на ремонте одной из городских школ, утверждают, что остались без заработной платы. По словам людей, подрядная организация несколько недель кормит их обещаниями, вот только у подрядчика совсем другая версия событий. Бригада маляров-отделочников уже не одну неделю приходит в эту школу как на работу. Вот только работа, по их словам, давно завершена. Теперь же люди пытаются добиться оплаты своего труда. Сотрудники утверждают, что компания-субподрядчик задолжала им порядка двух миллионов тенге. Мы уже как две недели бегаем за ним, и он не дает, мы полностью школу закончили, сдали уже. Зам. директор тоже от нас убегает, я не знаю, не сговорились с нашим субподрядчиком. Наш субподрядчик отказывается оплатить, потому что говорит, что зам. директор не принял нашу работу. Он говорит, что мы будем давать, мы не будем этого, как бы вам будем оплачивать. Но когда это оплачивается, мы не знаем. Он сегодня обещал, но сегодня тоже нет. Он сказал, сегодня тоже не будет денег. Я не знаю, сколько. Развернулся и пошел. Развернулся и пошел. Как будто мы его еще зовем, он на это посмотрел и бежит, куда хочешь, туда и обращайтесь. По словам разгневанных работников, ни руководства школы, ни представители подрядной организации идти на контакт не хотят. Поговорить ни с директором, ни с его заместителем нашей съемочной группе так и не позволили. Давай, выключай, ходи. Нас ругать будет. Директор нету, я сказал уже. Зам директора. Однако в телефонном разговоре представитель компании-подрядчика озвучил свою версию конфликта. По его словам, бригада отделочников выполнила работы не в полном объеме. Фирма готова выплатить сотрудникам всю причитающуюся им сумму, но лишь после того, как рабочие устранят недоделки. Рабочих такой ответ не устроил. Люди твердо намерены отстаивать свои права и готовят коллективный иск в прокуратуру.